Христос воскресе, с вертвых смертью, смерть поправ, Исущий вы грабили живот, дарова. Гласительное слово святителя Анна Златоуста. Иже во святых отцах нашего Явна Златоустого слово, гласительное во святую Великую Неделю Пасхи. Аши, кто благочестив и боголюбив, да насладится всего доброго и светлого торжества. Аши, кто раб благоразумный, да вникит радуясь в радость Господа своего. Аши, кто потрудился постяся, да восприимет ныне генарий. Аши, кто от первого часа делал есть, да приимет неисправенный долг. Аши, кто по третьем часе приидит благодаря да празднует. Аши, кто по шестом часе достижит, ничтоже да сумнится, ибо ничем же отчего девается. Аши, кто лишился девятого часа, да приступит ничтоже сумняся, ничтоже бояся. Аши, кто точу и достижит в один на десятый час, да не устрашится замедление. «Любочистия вас и владыка, приемлет последника, якоже и первого, упокоевает в один на десятый час пришедшего, якоже делавшего от первого часа. И последника милует, и первому гождает, и он ему дает, и всему дарствует, и дела приемлет, и намерения целует, и деяния почитает, и предложения хвалит». Перевод. «То успел прийти после шестого часа, пусть нисколько не беспокоится, ибо ничего не решится. То замедлил до девятого часа, пусть приступит, ничего не боясь. То успел прийти только в одиннадцатый час, пусть и тот не страшится за свое промедление. Ибо щедрый владыка принимает и последника, как первого, успокаивает пришедшего в одиннадцатый час так же, как и работавшего с первого часа. И последника милует, и о первом печется, и тому дает этому дару, и дела принимает, и намерения приветствует, и деятельности отдает честь, и расположение хвалит». Иисус сказал, «Ибо Царство Небесное, подобно хозяину дома, который вышел рано по тумане к работе, как виноградник свой». И договорившись с работниками по динарию на день, послал их виноградник свой. Выйдя около третьего часа, он увидел других стоящих на торжеще празднов, и им сказал, «Идите вы, виноградник мой, и что следовать будет, дам вам». Они пошли. Опять, выйдя около шестого-девятого часа, сделал то же. Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, он нашел других стоящих празднов, говорит им, «Что вы стоите здесь целый день празднов?» Они говорят ему, «Никто нас не нанял». Он говорит им, «Идите вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите». Когда же наступил вечер, говорит господин винограднику, правителю своему, «Позови работников, и отдай им плату на час последних до первых». И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. Тем же обовведните все в радость Господа своего, и первые, и вторые, и мсту приимите. Богатие, убозие, друг за другом ликуйте, воздержненцы и ленивие, день почтите. Постившиеся, непостившиеся, возвеселитесь однись. Трапеза исполнена, насладитесь все, телец упитан, и никто же да и занеталчий. Все насладитесь пиро-веры, все восприимите богатство, благости, объяснение. Итак, все пойдите в радость Господа нашего, и первые, и вторые получите награду. Богатые, бедные, ликуйте друг с другом, воздержанные, нерадивые, почтите этот день. Постившиеся, непостившиеся, веселитесь ныне. Трапеза обильно, насыщайте все, телец велик, никто пусть не уходит голодным. Все наслаждайтесь пиршеством веры, все пользуйтесь здесь богатством, благости. Господин его сказал ему, хорошо, добрый верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Пойди в радость Господина твоего. Отец сказал рабам своим, принесите лучше одежду, оденьте его и дайте перстень на руку и обувь на ноги, и приведите откровенного теленка, и закалите, и станем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться. Никто же да рыдает у божества, явися бы общее царство, никто же да плачет при грешении, прощении бы от гроба воссия, никто же да убоится смерти, и свободи бы нас, спасла смерть, угаси ее, и жадния, дирижимые плене ада, сашиды в ад, огорчи его, вкусивши в плоти его. Объяснение. Ибо он, находящимся в темнице, духом садя проповедовал, каждому уже из нас дана благодать по мере дара Христова. Посему и сказано, вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам, а вошел, что означает, как не то, что он и исходил прежде в преисподние места земли, не сшедший он же, есть и вошедший превыше всех небес, дабы исполнить все. И сие предприемы Исаия высопи, ад, глаголик, огорчися, светься доля, огорчися, его упразднися, огорчися, его порогам быстро, огорчися, его мертвисься, огорчися, ибо не сложисься, огорчися, ибо связасся, прият телок и Богу приразисся, прият землю и свете неба, прият ежевидящее, и в подъезда еженевидящее. Объяснение. 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 Объяснение.